Всем привет! Сегодня я буду делать в очередной раз кебаб. На этот раз мы будем делать турецкий, не знаю точно произношение. Я думаю, это произносит сон Суджук Кебаб. Я уверен, что здесь меня сразу многие поправят. Но так он звучит на английском языке. Я не знаю, как он звучит на турецком. И не знаю, есть ли такое название вообще на русском или на английском. Называется Суджук Кебаб. Наверное, он где-то близко также на турецком звучит. Будем надеяться. Короче, что для него понадобится? Стандартные ингредиенты для этого кебаба это килограмм говядины. Я взял такой хороший кусочек говядины и где-то 200-250 грамм жира, чтобы оно лучше сидело на шампурах и не отмаливалось. Чтобы он сочность придаёт жир. Кроме того, туда идёт вот три-четыре головки чеснока. Я взял четыре. Чеснок я люблю в умеренных дозах. Чайную ложку чёрного молотого перца. Пол чайной ложки кинзы. Также сюда идёт сухой молотый кориандр. Одна чайная ложка. Где-то столовая ложка соли. У меня розовая соль. А также ещё идёт хлопьями вот такой вот острый чили перчик. Пол чайной ложки. И кроме того сюда также идёт душистый перчик. Вот одну чайную ложку душистого перчика молотого. Вот это стандартные, так сказать, ингредиенты. Я немножко этот рецепт изменил, потому что, честно сказать, я его никогда не готовил. Для первого раз я его пробую. Но вот смотря на все эти ингредиенты, я вижу, что чего-то здесь не хватает. По крайней мере для меня. Я решил чуть-чуть изменить. А изменил я его таким образом. Я сюда добавлю ещё вот такой красный сладкий перчик. Батарейка закончилась, пришлось поменять. Итак, продолжим. Кроме красного перчика, одной третьей части этого перчика, я думаю, одной третьей, даже одной четвёртой, но хватит. Много моложить не будем. Я взял такой вот зелёный свежий кориандр. Вот такой небольшой пучок. И чуть-чуть буквально мяты свежей. Я думаю, она нам придаст пикантность и пикантность в наш кебаб. И так, больше мы ничего изменять не будем. А, и ещё, 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 ещё. Я сюда добавлю масло, ги-масло. Наверное, где-то одну столовую ложку. Ну вот и всё. Приступим к нарезке мяса, перемалыванию на мясорубке. И смешиваем со всеми нашими ингредиентами. И потом это всё пойдёт в холодильник где-то на минимум 4 часа. Для охлаждения и, так сказать, впитывания всех наших ингредиентов равномерному. И после этого мы разожгём наш уголь наш мангал и приступим к приготовлению нашего сучу кебаба. А вот зеркало. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как наш фарш сделан, мы туда добавим к фаршу все наши специи, выдавим чеснок, добавим масло ги и все это тщательно перемешаем. А теперь добавим нашинкованную зелень. И все это перемешаем еще несколько секунд. После того, как мы перемешали фарш со всеми нашими специями и зеленью, мы переложим это в мисочку, накроем пленкой и поставим в холодильник на часа 4 охлаждаться. Друзья, одновременно с нашим сучу-кебабом мы сделаем шашлык из свиной шеи. Шашлык я буду делать по рецепту своему, то есть из ингредиентов, которые я сам для себя выбрал, которые я считаю очень подходящий для свиного шашлыка. А что из этого получится, мы скоро увидим. Итак, приступим. Нарежем мясо. Мясо мы нарежем где-то кубиками 3-4 сантиметра на 5 сантиметров. Их не надо нарезать очень мелкими, не надо нарезать очень большими. Мелкие не будут сочными, а большие не прожарятся, так что нужна золотая середина. Почему я беру свиную шею? Потому что свиная шея имеет идеальное количество жира для шашлыка. Оно не... И его немного, и не мало. А так сказать, в самый раз. Некоторые вырезают вот такие вот части более твердой жиры из мяса. Мы его оставим. Посмотрим, как оно приготовится. В крайнем случае, если оно вам не понравится, выбросить мой взглядовский. Вон он в мисочке. Мы ему все положим в эту миску. И сейчас займемся нашими специями. Итак, из специй, что нам понадобится? Нам понадобится чайная ложка имбиря. Пол чайной ложки черного молотого перца. Луковица, которую мы сейчас мелко порежем. Также я пользуюсь аджикой. Вот такой сухой аджикой. И несколькими головками или пальчиками чеснока. Дижонская горчица. Мы, наверное, положим где-то одну чайную ложку. Соль по вкусу. У меня здесь, наверное, грамм 15-5 килограмм мяса. Кроме того, я пользуюсь гранатовым соком. Вот такой вот соусом. Это не сок, это концентрированный соус. Гранатовым соком, соусом. Мы нальем сюда где-то одну столовую ложку. Кроме того, оливковое масло. Где-то, наверное, грамм 20 на килограмм мяса. Минеральная вода газированная. Ну, не должна быть минеральная. Просто должна быть содовая газированная вода. Про лук я уже говорил. Одну большую головку лука. Кроме того, мы возьмем кое-какую зелень. У меня здесь небольшой пучок мяты и кориандра. Все вместе смешано. Мы его сейчас мелко нашинкуем и тоже добавим к нашему мясу. Вот и все. Потом мы это все перемешаем. И поставим в холодильник на 3-4 часа мариноваться. И потом к мангалу. И потом к смешать под его. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, сейчас мы все это перемешаем. Да, забыли еще маслица. Маслица. Меллитров 20-30. И, как я говорил, газированной водички. Так, чтобы мясо было хорошо покрыто. Вот. И все это хорошо перемешаем. Мясо надо хорошо промассажировать, чтобы оно впитало в себя все наши соки, ингредиенты. И лучше замариновалось. Вот. Накроем целлофановой пленкой. Пищевой. И поставим это все в холодильник мариноваться. Итак, угли наши готовы. Они очень жаркие у нас. У нас наш шашлык из свининки. И наш говяжий кебаб. Начнем, наверное, с кебаба. Пока он холодный, его надо сразу быстренько насаживать. Главное при изготовлении, при жарении кебаба. Что? Чтоб он не упал с шампура. Будем надеяться, он не упадет. Будем надеяться, он не упал с шампура. Будем надеяться, он не упал с шампура. Будем наколоть наш шашлык. Будем надеяться, он не упал с шампура. 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 Забашки обалдеть, жарковато Забашки обалдеть, жарковато Забашки обалдеть, жарковато Забашки обалдеть Ну вот, друзья, наш кебаб и шашлык из свининки сготовился Забашки обалдеть, жарковато Немножко, наверное, маловато соли туда положил Наверное, чуть-чуть, надо было каких-то больше приправ Или он не выставился достаточно, мариновался мало Мариновался он, наверное, до 4 часа Может быть надо было, чтобы он постоял 6, 8, 12, а то и 24 И тем не менее, вот так оно у нас все получилось Ну, шашлык шашлыком А вот кебаб мы сейчас посмотрим ближе Насколько он сочный и насколько он вкусный Вкусный Обалденно Обалденно Я не любитель чебабов из говядины, потому что они обычно получают суховатые Но этот, это нормально Можно было чуть-чуть добавить жира Но вообще, вот он очень сочный Не годится Шашлык Шашлык очень нежный Мягкий Немножко соленого Обалденно Ну, надо быстренько открывать бутылочку вина И приступать, так сказать, к полной правильной дегустации Скоро Ну, вот и все, друзья Всего вам хорошего И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok